всем привет приветствую вас на моем канале сегодня я хотела бы показать вам вот такую вот коробочку называется она покунах маляты его с 1 сентября выдают всем кто родил ребеночка вообще это должны были давать при выписке из роддома но к сожалению так как у нас родился ребенок 4 сентября еще этих коробок наличия не было поэтому нам только вот недавно буквально вчера привезли вот такую вот коробочку она очень очень большая ну и довольно таки тяжелая по весу я здесь сбоку есть вот такие вот пломбы но к сожалению я пока пыталась ее одной рукой нести то уронила и поэтому я не знаю были ли у меня эти пломбы целые или нет давайте посмотрим что внутри тут есть перечень в котором описано все что должно находиться в данном baby box и здесь 25 наименований давайте смотреть складывать сразу в эту коробочку это конечно же подгузники фирма у них helen harper здесь 24 штуки от 2 до 5 килограмм таких вот четыре упаковочки нам повезло они нам пока что еще подходит хотя ребенку уже месяц но допустим если ребенок родите сразу там четыре килограмма то но если к нам привезли его через месяц то они возможно нам бы уже не подошли говорят что они не очень хорошая стоимость у них где-то приблизительно по моему чуть меньше 100 гривен около 97 мы пользуемся ли беру выглядят они вот так вот давайте посмотрим как выглядит эти внутри вот такой они видами это не немножко шире но говорят что много у кого они протекают и вообще они не нравятся но посмотрим попробуем далее здесь есть johnson's baby это детская пенка шампунь для мытья и купания полу литра здесь но джонсон's baby довольно хорошая фирма поэтому хорошо что такое есть она всегда пригодится далее здесь есть две коробки вот таких вот лактационных прокладок по 30 штук но не знаю нужны ли они здесь в данном боксе потому что к сожалению не все кормят и уродию и просто у кого-то они но будут лежать без дела далее такие вот влажные салфетки 60 штук упаковочка довольно таки маленькая но они небольшие по размеру ну далее вот такой вот пакетик со всякой мелочевкой здесь есть вот такой вот градусник для воды здесь отмечено что 37 градусов и стоит окей но насколько я знаю по моему детей нужно купать немножко в меньшей температуре но в принципе градусник вещь полезная у нас от первого ребенка оставался но где он сейчас я уже не знаю поэтому нам он вполне пригодится вот такие вот ножнички там написано что с тупым концом но здесь не совсем обычные ножнички видите я видела в обзорах там у девочек немножко другие такие были здесь просто очень тоненький такой кончик видите такие ножнички не знаю насколько они хорошие конечно у нас были немножко другие но мы вообще пользуемся не ножничками а кусачками лично мне ними допустим намного удобнее пользоваться чем ножничками ну а в принципе когда подрастет тоже вполне пригодится далее вот такой вот градусник панда очень хорошенько у нас градусник тоже есть вообще градусники нужны с первых дней жизни ребенка поэтому даже если вам его дадут на выписку он у вас будет скорее всего второй потому что первый вам придется купить в первый же день но мы пользовались нашим электронным градусником и обычным градусником но пускай будет в принципе он с мягким наконечником возможно ним будет удобнее пользоваться далее вот такая вот погремушка ну довольно хорошенькая насколько я видела по обзорам там у некоторых были не очень симпатичные но это довольно хорошенький вот такой вот две пары носочков просто обычный хлопковый размер 0,6 месяцев тоже вполне пригодятся ну и крем для загорения соски но не знаю мне тоже он не нужен сейчас во всяком случае потому что мне я покупала бы понтен и пользовалась ним еще пока была в роддоме первые там несколько дней потом он мне не пригодился не знаю как по мне то лучше бы наверное от опрелости под подгузник какой-то кремчик положили было бы наверное лучше вот такое вот одеяльце одеяльце действительно классное вот такое очень большое с такими милыми зайчиками одеяло действительно вещь нужная и всегда пригодится далее это полотенечко махровый уголок мы не покупали знали что оно будет в наборе поэтому оно нам также очень пригодится оно кстати довольно таки большого размера вот такой вот очень-очень тоненький плед симпатичный обычный в колясочку летом пользоваться вполне подойдет пеленочка которая непромокаемая но конечно качество не очень хорошая но мне не понравилось следующее что у нас здесь есть это вот такая вот муслиновая пеленочка очень красивая но она довольно таки размера большого она довольно таки небольшого размера здесь даже бирочка есть 70 на 70 мы такую тоже покупали такого плана пеленочки они очень популярны сейчас в европе они вот такие вот тоненькие прям просвещаются но ними ну если пеленать ребенка там или просто мы колясочку допустим укрываем то она дышит и нам они понравились но цена ее где-то мы покупали по моему за вот такой вот маленький отрезок где-то тоже 70 на 70 приблизительно около 50 или 60 гривен заплатили есть вот такая вот пеленочка с очень прикольным рисуночком они уже побольше идут размером здесь 90 на 110 конечно же здесь материалы все стопроцентный хлопок очень мягенькие и прикольные еще вот такая вот пеленочка с какими-то цыплятами наверное вот такие вот размер тоже 7 размер 75 на 95 сантиметров это ситцевая пеленка и одежда у нас кстати одежда по расцветкам конечно я таких не видела чтобы попадались в других обзорах babybox я не знаю может это наша область просто так выделилась вот такой вот человечек фирма малютка размер здесь размер изроблено в украине но размера и не вижу может быть здесь где-то внутри честно говоря размера не вижу потому что здесь написаны размеры от 104 до 146 я не знаю честно говоря какой но главное что здесь есть царапки но по виду он где-то наверное ну так как мы сейчас маленькие наверное это 56 размер скорее всего во всяком случае похоже на том такие вот ползунки очень большие 24 размер тоже сделано в украине вот такой вот ботик с длинным рукавом он уже идет без царапок вот такой вот нам попалась для девочки у нас мальчик ну здесь написано 12 месяцев но он конечно большой не знаю почему 12 месяцев во всех обзорах которые я смотрела размер одежды был 56 и 62 но не знаю почему у нас такие размеры но в принципе главное чтобы не маленькая была вот такой еще человечек есть это 62 размер здесь тоже есть царапки но здесь даже не то что царапки а здесь видите вот так вот швы наружу и прям вот застрочено ну как бы вот здесь оно нет никаких вот этих разрезов в принципе это удобно потому что у нас пальцы постоянно вылазит с этих царапок кнопочки идут только вот до середины здесь тоже скорее всего вырубник киев ну тоже украинского производства есть еще вот такие вот ползуночки тоже очень красивые такого кремового цвета с зайчиками тоже вот видите даже бирочка есть так здесь 56 размер и производитель украины ну разве что поддерживает украинских производителей следующий это ботик вот такого 62 размера с коротким рукавом но как по виду мне кажется он просто огромный мне кажется это явно не 62 размер мне кажется это побольше где-то месяцев на 6 наверное есть еще вот такой вот 56 размер с длинным рукавом здесь уже без царапок идет и вот такой вот с коротким рукавом вот этот уже видно что он идет поменьше размером 56 такой тоже хорошенький на кнопочках и вот такие вот две шапочки но по моему опыту то вот эти шапки неудобны из-за того что завязки вот здесь крепится когда завязки идут вот так вот вниз шапка не слазит вот эта шапка у нас постоянно просто на шее телепается и не знаю толку от нее нет но они не теплые просто обычные хлопковые вот такой вот набор в целом если смотреть то очень много хороших действительно нужных вещей жалко конечно что они нам достались уже через месяц и мы уже очень много чего и купили и после первого ребенка у нас осталось поэтому я даже не знаю лишними конечно они не будут но главное что все то что здесь есть оно в принципе нужно единственное что несколько вещей которые я считаю что ну не совсем нужны это например вот эти вот прокладки для груди они нужны просто не всем и мне кажется кому нужны тот купит это по моему мнению а затем здесь еще вот этот крем для сосков тоже мне кажется не совсем нужная вещь лучше заменить его на крем для подгузников вот ну и хотелось бы конечно чтобы более качественные были подгузники а так в целом качество вещей очень хорошее все очень нужное если подвести какой-то итог то по моему мнению такое двоякое немножко ощущение вроде бы и классно раньше такого вообще не было сейчас вот такие вот подарки дают это очень хорошо некоторым они очень очень сильно нужны и это будет очень большой помощью с другой стороны если бы они ну как бы не показывали и может быть кто-то видел презентацию вот этого бэби бокса который обещали что типа такие вещи там будут и такие предметы там было абсолютно другое во-первых подгузники были памперс премиум киа да они не всем подходят но как бы ну премиум и все-таки как-то звучит лучше затем там была одежда другая прям на вешалочках такая очень красивая там с слюнявчиками там в общем ну смотрелась она очень дорого во всяком случае вот там были если не ошибаюсь помимо джонсонс бэби вот этого шампуня там была еще присыпка по-моему и было маслечко я не помню была ли там бутылочка соска вот не помню вот но как бы обещали одно дают совсем другое и мне кажется если вы обещаете уже что вы даете на пять тысяч то как бы я думаю вы сами видите что по тому что здесь есть ну это максимум три тысячи забыла еще вам показать конечно ой я думаю что многие знают здесь еще внизу идет вот такой вот матрасик очень тоненький и эту коробку можно использовать как люльку но у нас она будет как коробка для игрушек тоже очень пригодится такая из плотного хорошего картона поэтому ощущения от такого подарка вроде бы положительные но в то же время ну немножко все таки схалтурили в какой-то степени по моему мнению вот а так большое спасибо вообще за то что дают хотя бы такое нам все очень понравилось качество вещей действительно хорошие много нужных вещей еще раз скажу вот поэтому вот такой вот сегодня обзор я надеюсь что кому-то он пригодится и спасибо что посмотрели это видео всем пока 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 и пока не